Футбол Футболь Футболисты провели мастер-класс для воспитанников Кайрат Академии. С юными поклонниками кожаного мяча приехали поработать Олег Романцев, Георгий Ярцев, Игорь Биланов, Александр Тарханов, Юрий Гаврилов. Казахстанскую сторону представляли Евгений Яровенко, Куралбек Артабаев и Евстафий Пихлеваниди. Мне очень приятно присутствовать на празднике открытия этой Академии. Очень приятно, что много очень мальчишек. Конечно, они получают дорогу в футбольную жизнь. Приятно то, что Кайрат возглавляет. Мы давно с ним знакомы, дружим. Я действительно, как футболист, как тренер, рад тому, что все-таки бренд казахского футбола, казахстанского футбола, это, конечно, Кайрат. Я желаю этой команде подняться на самые высокие места в турнирной таблице, чтобы достойно представлять свою страну. Не только в чемпионате Казахстана, но и в Европе. Именно в такой неформальной атмосфере легенды советского футбола делились своими воспоминаниями и размышлениями, а также высказывали собственное мнение о современном футболе. Рейтинг клубных команд поднять можно за счет ледящих, легионеров. Но вот поднять за счет своих, это нужен труд, это нужно упорство, это нужно в конце концов где-то и самопожертвование. Потому что молодой футболист не может сразу показывать выдающиеся результаты. Значит, и терпение тех руководителей клубов, которые пойдут по этому пути. А он единственный верный. Олег Романцев отметил, что в бытность его выступлений, как игрока, каждая встреча с алматинской командой, особенно на выезде, была настоящей битвой. Помню, была очень серьезная ситуация, когда Кайрату нужны были очки, он вылетал. Спартаку очки не нужны, мы твердо были на втором месте. Но могу сделать комплименты своим футболистам и вашим футболистам, руководителям. Никто не помышлял о каких-то договорных матчах. Мы обыграли их 2-0 и они, по-моему, вылетели. Несмотря на то, что нам игра не нужна была, но мы были сильнее в то время. Это делает честь Кайрату. Один из лучших игроков украинской школы Игорь Биланов отметил, что ветеранам очень приятно собираться на подобные матчи. Ведь для настоящей футбольной дружбы нет границ. Олимпийский чемпион Евгений Яровенко, который накануне отметил свое 50-летие, также вспомнил о своих легендарных выступлениях. Все говорят, что Яровенко – олимпийский чемпион. Заслуга не одного Яровенко в олимпийской медали, заслуга всего казахстанского футбола. И болельщиков, и тех футболистов, с которыми я рос, и тех тренеров. Это заслуга всех, будем так говорить. Не говорю, что это моя олимпийская медаль, это всего Казахстана олимпийская медаль. Навеки останется из памяти в Казахстане. На матч с друзьями в составе сборной приехали, помимо вышеперечисленных футболистов, такие звезды, как Валерий Новиков, Вагис Хигиатуллин, Валерий Шмаров, Юрий Ковтун и другие выдающиеся игроки прошлого столетия. Ветеранская команда «Алматы» также была вполне на ходу. Вратари – Куралбек Артабаев и Александр Убыкин. В поле – Михаил Гурман, Фанас Салимов, Сергей Волгин, Юсуп Шадиев, Виктор Котков, Сергей Климов, Алексей Клишин, Роман Вороговский, Сергей Кулинич, Юрий Найдовский, Сергей Жуненко, Александр Куклев. Что касается самой игры, то упорству ветеранов можно позавидовать. Но все-таки лучший футболист Европы 1986 года Игорь Биланов точным ударом открыл счет. Матч так и закончился 1-0 в пользу сборной ветеранов СССР. Сегодняшняя игра, наверное, показала то, что мы все-таки еще не совсем старенькие, да? Просто немножко, ну, лично если взять меня, то это у меня уже за пятый день четвертая игра с переездами, со всеми. Но ты понимаешь, что когда выходишь на футбольный поле, ты понимаешь, что на тебя смотрят болельщики. Они хотят видеть того Ярцева, того Биланова техноподальщика, который впереди. По завершению матча легенды советского футбола ответили на вопросы прессы. Самую главную мысль выразил один из главных героев Кайрата прошлого столетия – Евстафи Пихлеваниди. Клуб переживает, будем так говорить, новую жизнь, начиная с чистого листа. И надеюсь, и верю в это, что на следующий год будет 100 лет к астанскому футболу и к этому юбилею. Не просто надеюсь, я верю в это, для человека верующего. Надеюсь, что Кайрат к тому моменту будет находиться на первой позиции. И, наверное, закончит так, на первой позиции. Дай Бог. Знаменитая швейцарская теннисистка Мартина Хингис показала свой высочайший уровень на казахстанских кортах. Мастер-классы от суперзвезды турниров «Большого шлема» были организованы Казахстанской Федерацией Большого Тенниса. Юные отечественные спортсмены в Алматы и в Астане смогли скрестить ракетки с очаровательной чемпионкой. Хочу поблагодарить президента Казахстанской Федерации Тенниса Булата Утимуратова за то, что пригласил меня в вашу страну. Честно сказать, я просто тронута таким теплым приемом и очень рада, что приехала. Мартина Хингис – пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Она трижды становилась первой ракеткой мира и забирала «Грэнд Слэм» в парном разряде. Хингис вошла в историю как самая молодая победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. В 2007 году спортсменка завершила свою профессиональную карьеру. Сегодня я занимаюсь именно тем, что работаю с молодыми спортсменами. Мне это нравится, и такие занятия приносят мне удовольствие. Все-таки теннис – это моя жизнь, и мне было бы очень сложно навсегда от него отказаться. В первые минуты на алматинском корке Хингис была немного смущена, но затем, взяв ракетку в руки, почувствовала себя в родной стихии. Мастер-класс ей помогала вести наша юная звездочка Анна Данилина, которая на последнем US Open пробилась с россиянкой Елизаветой Куличковой в полуфинал парного разряда среди юниорок. «У казахстанского тенниса большое будущее. У вас есть все возможности для подготовки хороших спортсменов, качественные корты, инфраструктура. Я знаю, что ведется строительство площадок для тенниса в ряде других городов». После того, как самые маленькие атьеты попробовали обыграть чемпионку коварными ударами, а кто-то от волнения просто старался попасть по мячу, настала очередь юниоров. Более опытные ребята заставили изрядно побегать швейцарскую спортсменку. И как на больших крупных турнирах, не обошлось и без великолепного розыгрыша. «Корочий удар, как это на любви делать. И открывается в локово от пояса». «Мне очень понравились ребята, которых я сегодня увидела. Думаю, что у них есть все возможности вырасти в настоящих звезд. Нужно только много работать и никогда не останавливаться на достигнутом». Завершая мастер-класс, Мартина выбрала себе спарринг-партнера в лице чемпионки Казахстана – 16-летней Аси Даир. И в сыгранном тайбреке победила дружба. «Как вся федерация тенниса сидела, так все мои тренера и очень много народу. Я играла с вами Мартины Хингис. Но потом я успокоилась, как бы забыла про это все и просто играла». По окончании мастер-класса юные спортсмены никак не хотели отпускать улыбчивую гостью. Но тем не менее, Хингис ушла на пресс-конференцию ответить на многочисленные вопросы отечественных журналистов. «Что касается современных звезд большого тенниса, то есть несколько великолепных спортсменок. Что касается Марии Шараповой, то я не считаю, что она очень талантливая. Маша всего добилась за счет своего характера, работоспособности и постоянной работы над собой». После подобных мероприятий хочется верить, что большие успехи казахстанского тенниса уже не за горами. И в подтверждение этого приведем следующие слова, которым сегодня стоит поверить. «Сейчас у меня цель стоит теннис – стать первой ракеткой мира». «По силам, вообще казахстанским спортом?» «Да, по силам. Наша федерация делает все возможное для этого». Минифутбольный клуб «Кайрат» готовится к предстоящим выступлениям в элитном раунде Кубка УЕФА. Алматинская команда, благодаря высокому рейтингу, напрямую попала в предпоследнюю стадию. По итогам жеребьевки наш квартет составили словацкий «Словматик», сербский «Экономац» и чешский «Хрудим». Группа непростая, но проходимая. Мы знаем эти команды и знаем, как с ними надо сыграть. «Задача «Кайрата» – всегда играть в финале Кубка УЕФА, играть в финале четырех. Мечта того года у нас была – это сыграть в финале с Барселоной. Но благодаря этому курьезному голу за 35 секунд до окончания матча мы были отодвинуты от этого праздника жизни. Но в этом году, я говорю, благодаря Богу, наверное, с Еврешнему нам повезло. Но я хочу вам сказать, повезло не то, что там команды слабые, а нам повезло с тем, что все команды, с которыми мы встречаемся, мы их очень хорошо знаем». Перед важной поездкой руководство клуба представило отечественным болельщикам новичка команды. «Футболист с мировым именем – это Жуан. Это человек, за которым мы, наши селекционеры, охотятся уже пятый год. Три года назад мы только получили возможность приглашения этого игрока в нашу команду. И в этом году мы подписали контракт. И, конечно, это огромное усиление для нашей команды. Это угроза для любого соперника». Известный бразильский игрок Жуандос Сантос-Нунес, которого уже на местный лад прозвали просто Жандос, должен стать главной интеллектуальной силой Кайрата. «Подобное усиление перед финалом Кубка – крайне важная мера алматинского клуба». «Очень приятно выступать в такой серьезной команде. И номер теперь у меня самый лучший». «Что касается моего возраста, то я хочу сказать, что сегодня я в отличной форме и могу дать фору молодым игрокам». Алматинский мини-футбольный Кайрат уже не первый год очень достойно выступает на европейском уровне. Команда борется за самые высокие места и всегда ставит перед собой амбициозные задачи. «Жизнь команды, которая полноценно должна выйти на, скажем, профессиональный уровень, играть на уровне финала 4-х – это 5 лет. И вот этот год – это сезон пятый. И вот то, что мы обещали, то, что в этом году действительно команда подошла уже максимально к своему, скажем, профессиональному пику. И команда на 100% готова работать на уровне элитного раунда и на уровне финала 4-х». Казахстанские любители футбола смогут увидеть все матчи на официальном сайте Алматинского клуба. Он будет вести трансляцию всех игр под группы. Победа главной команды страны позволит ей снова на максимум приблизиться к своей главной цели. «Мы хотим играть в Барселону. Вот это вот наша задача. И мы ждем ее, эту команду, и хотим ее выиграть. Но выиграть, как говорится, может, это сильно звучит, но мы постараемся это сделать. Вот задача вот у нас стоять перед командой – это выход в финал». Первую игру команда «Барбозы» проведет 10 октября со словацким клубом «Словматик». В Алматы состоялась одно из самых долгожданных и любимых событий прогрессивной молодежи. «Сникерс Урбания-2012». Ежегодный фестиваль уличной культуры собрал большое количество ценителей и любителей экстрима, стрит-арта и хип-хопа. В рамках фестиваля соревнования прошли по таким дисциплинам, как BMX, скейтбординг, паркур, брейк-данс, граффити, фристайл и битбоксинг. «Здесь проводится фестиваль уличной культуры «Сникерс Урбания». Очень огромный уровень, так как здесь представлены все виды уличных культур. Уличные танцы, скейтборд, роли, BMX, паркур, много чего. Это очень масштабный фестиваль. Проходит на ура. Это вообще очень крутой фестиваль, куда собирается множество трейсеров из разных городов Казахстана, чтобы показать, что они могут, что они умеют и что реально в их силах. «Сникерс Урбания» – это такой урбан-фестиваль, где встречается очень много народу. Мы все дружим, обмениваемся опытом, дружим с другими дисциплинами, такие как брейк-данс и все такое. Это очень круто! Проверить свои способности и показать всем свое мастерство собралось большое количество талантливых ребят со всего Казахстана. Для каждой из дисциплин были отведены специальные площадки. И атмосфера на мероприятии царила дружная. Молодые ребята не только соревновались, но и делились опытом, заводили новых друзей. Мы становимся уже одной семьей в этом. Все друга поддерживаем, независимо от каких-то командах. Соперничество, все это, но мы остаемся друг другу родными, поддерживаем и болеем за друг друга, прям всей душой. Своими яркими трюками особое внимание зрителей приковали к себе участники экстремальных видов спорта – скейтеры, беймеры и трейсеры. Несмотря на то, что это довольно опасно для жизни, спортсмены ни на секунду не сомневаются в своем выборе. Очень много травм. Это экстремальный вид спорта, но все равно зачем бросать? Если ты отдаешь этому делу очень большое количество времени, значит ты его любишь. Неважно, травмы, не травмы. Сделаешь какой-то трюк, и такое ощущение непередаваемое, его даже никому не расскажешь. Вот ради, не ради стрелина, не ради чего, а ради вот этого ощущения стоит кататься на велосипеде, на таком, делать трюки. Если это начал уже, это всегда останется в твоем сердце, и это никак не бросить. Это я могу точно сказать. Параллельно экстремалам, граффити-художники, или, как принято их называть сейчас, райтеры, под открытым небом создавали на глазах изумленной публики свои шедевры. А все движение прокачивалось под биты рифмы, фристайла и битбокса с соседних площадок. Большими, ускоренными шагами вперед развивается хип-хоп-культура. Декламация рифмованного речитатива, сочиняемого исполнителем на ходу, просто удивляет слух. Хип-хоп! Би-боинг тоже не остался в стороне. Особо хочется отметить большое количество девушек-участниц в этом году. На площадке для паркура ребята выполняли зрелищные, опасные и очень красивые трюки. Хотя это направление является еще молодым видом у нас в стране, но, несмотря на это, число участников и их мастерство просто радовало глаз. Паркур – это нельзя назвать спортом. Это что-то наподобие, восточный набор. Оно помогает самовыражаться, начисляет свое движение. Это видительность, с которой мне приятно заниматься. Я благодаря этому чувствую себя живым человеком и бодрым человеком. Ну, это полезно для здоровья. Сникерс Курбания в Казахстане проводится с 2004 года. И на протяжении уже 8 лет ни на секунду не теряет свою актуальность. С каждым годом число участников становится все больше и больше. Фестиваль дает шанс современной молодежи заявить о себе и о своем таланте, а также предоставляет возможность попробовать свои силы на более профессиональном уровне. Очень хорошие мероприятия. Это полезно. Я считаю, что надо почаще проводить такие мероприятия, потому что он показывает, что надо есть и здоровый образ жизни, и не пить, не курить. То есть это вполне полезно. И хотелось бы почаще такие мероприятия проводить у нас в городе. И не только в городе, а вообще в стране. Каждый, кто пришел посмотреть на это зрелище и зарядиться позитивной энергетикой, смог найти что-то свое. Смог открыть для себя новые грани человеческих возможностей. Урбания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова